Документ «Начисление зарплаты работникам организаций» предназначен для ввода начислений работникам организаций в конце месяца. Для вызова документа выберите пункт главного меню «Зарплата» «Начисление зарплаты работникам организаций». Далее нажмите в командной панели кнопку «Добавить» или клавишу «Инсерт» или воспользуйтесь меню «Действия добавить». В документ следует вводить суммы начислений, облагаемых по ставке 13% и 30%. Для остальных видов доходов используется документ «Ввод доходов и налогов», «НДФЛ» и «ЕСН». Табличные части документа можно заполнять автоматически, меню «Заполнить» или «Вручную». В соответствующих полях документа указываются Организация Документ вводится как по головным организациям, так и по организациям, у которых есть головная организация. По умолчанию используется организация, указанная в настройках пользователя. Подразделение Если указано подразделение, документ будет автоматически заполняться данными работников этого подразделения. Ответственный По умолчанию это ответственный, указанный в настройках пользователя. Месяц начисления По умолчанию текущий месяц Определяется, в каком месяце регистрируются данные. Меню «Заполнить» позволяет автоматически заполнить документ. Документ заполняется работниками всей организации или указанного подразделения организации, либо произвольным списком работников. Поле «Подразделение» в шапке документа служит для целей автоматического заполнения документа. Автоматический документ может заполняться двумя способами. По плановым начислениям, списком работников. При заполнении способом по плановым начислениям выбираются плановые начисления тех работников, которые числятся в указанной в документе организации и указанном в документе подразделении, если оно выбрано. При заполнении способом списком работников выбираются плановые начисления работников, удовлетворяющих условиям, указанным в открывающейся при этом форме. Размер начисления выполняется без учета отработанного времени. Важно! Если размер начисления зависит от отработанного времени, то его следует откорректировать вручную. Суммы НДФЛ можно рассчитать автоматически, для этого предназначена кнопка «Рассчитать», расположенная на закладке НДФЛ. Кнопка «Рассчитать вычеты» предназначена для автоматического расчета суммы вычета в текущем месяце, когда по указанному коду дохода полагается ограниченный годовой вычет. Документ «Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН» предназначен для корректировки вручную данных учета по НДФЛ, ЕСН и пособий по социальному страхованию. Для вызова документа выберите пункт главного меню «Зарплата», «Учет НДФЛ и ЕСН», «Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН». Далее нажмите в командной панели кнопку «Добавить» или клавишу «Инсерт» или воспользуйтесь меню «Действия» «Добавить». Учет по НДФЛ ведется на закладках «НДФЛ – доходы и налоги», «НДФЛ по ставке 13%» и «НДФЛ удержанный». Учет по ЕСН ведется на закладках «ЕСН – доходы» и «ЕСН – налоги». Учет пособий по социальному страхованию ведется на закладках «ФСС – расходы» и «ФСС по уходу за ребенком». Учет по СУБ Full Pro» Учет по СУБ Full Pro»